Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня снова с вами я, Инга Топчий, ведущий преподаватель Академии Красоты Лотос. И сегодня я вам хочу показать, как работают мастера на повышении квалификации. А то я вам все показываю я, да я, я, да ученики, а тут давайте я и мастер. Погнали! Обещаю, будет очень интересно. Сначала, конечно же, мы сделали техническую часть педикюра. Вот как раз мастер это и делает. Мы нанесли бустер, после него безопасным лезвием сняли все натоптыши. Вот, смотрите, какой результат получается. Бустер мы брали от компании Клинистик, 45%-ный, поэтому он работает прекрасно. Его вы можете купить на Валбересе. Сначала мы его нанесли аккуратно на салфетку, поддержали какое-то время. Ну, я уже о работе его рассказывала в каком-то видео. И посмотрите, как хорошо безопасное лезвие снимает растворившиеся кератолические наслоения. Вау, прям слюнки бегут. Смотрите, как здорово. Легко и просто. Никакой пыли, никаких усилий. Нанесли, растворили и аккуратно сняли. Обратите внимание, какое количество омертвевших клеток снимает с безопасным лезвием. Но с тем и другим материалом нужно, конечно же, уметь работать. И для этого существуют курсы. Не думайте, что вы посмотрели видео, взяли безопасное лезвие, растворили бустером и культурно сняли. Нет. Если вы передержите бустер, то можете получить ожог. Нанесете его не туда, будет тоже не очень хорошо. Лезвием безопасным, хоть оно и называется безопасным, но можно порезать. Но мастер, конечно же, умеет это делать. И так делает. Так и хотелось у него выхватить из рук и делать самой. Но я все-таки внесла свои 5 копеек. Я нанесла на подошву нейтрализатор, который останавливает работу бустером. И, соответственно, нейтрализатор нужно удалить с подошвы. Итак, мастер приступает к работе. Теперь мы берем смарт-диски. Разные естественно абразивности. Начинаем с самого грубого, из выбранных именно, не самой грубой. Из выбранных и идем по проблемам, с которыми только что работали безопасным лезвием. Но вы видите, без меня никуда. Мастер работает достаточно быстро. И поэтому мне нужно с каждого ракурса ухватить, углядеть и найти ошибки у мастера. Это же повышение квалификации для того, чтобы эти ошибки исправить. Мастер работает профессионально и настолько красиво, что мне вот самой захотелось показать вам эту работу. Это повышение квалификации. Клиентка, которая у нас была, пришла со словами, мне только покрыть пальчики. Больше ничего не трогайте. И правда, на первый взгляд казалось, что там на подошве нет ничего. Но когда мы нанесли бустер и увидели среднестатистическое подошву, с которой можно работать мастеру. Собственно, вы видите, работы там было достаточно. Пыль летела столбом. И клиентка наша задумалась, а что же у нее там такого, что летит столько пыли. Конечно, если со стороны посмотреть на нас, то есть такое ощущение, что у нас тут хирургическая операция, а не процесс смарт-педикюра. И мы тут такие серьезные, как два хирурга. И нарядные такие же. Я со стороны нас не видела. Я очень люблю работать с мастерами, повышать квалификацию. Спросите почему? Потому что мастера заставляют тебя думать. Ты не работаешь по накатанной, как с учениками. У мастеров всегда есть каверзные вопросы, на которые, чтобы ответить, надо всегда подумать. А мы вот уже добрались и до пальчиков. Покрытие нам принесли заношенное. Поэтому нужно было все быстренько снять, сделать маникюр. А мастер у нас работает в крутом салоне, где скорость и качество превыше всего. Поэтому она очень быстро сняла. Сделала маникюр. Посмотрите, какая красивая кутикула. Тут практически даже нечего было поправлять. Ну, потому как основа, база – это наша школа. Поэтому мастер понимала меня с полуслова. Далее оставалось только сделать идеальное покрытие. Ну, понятно, что мы прошлись всеми грунтовками и базой. И далее самый увлекательный процесс. Посмотрите, как она это делает. Здесь сразу видна любовь к профессии. И вот это удовольствие, с которым она делает, оно просто вот через камеру передается. Я специально сняла очень близко для того, чтобы вам показать, как лег первый слой цвета. Но нашей клиентке не понравился цвет. И мы решили перекрыть более насыщенным оттенком. И это был уже второй слой. Такое часто бывает, когда в процессе клиенты переобуваются на лету. Поэтому мне очень нравится, что мастер даже не дернула бровью. Ну, и самый залипательный процесс это фотографии. Ноги вообще очень тяжело сфотографировать красиво. Обратите внимание, какая красота получилась. Сейчас мастер налюбуется своим видео и фотографией. И я вам покажу уже фотографию поближе. Как, насколько чистая работа, насколько красивая работа получилась. И наша клиентка, ну, просто порхала. Поначалу ей казалось, что это очень долго, да, два часа. А тут оказалось, что на результат-то просто идеальный. И это блестящее повышение квалификации мастера. Ну, а вам спасибо, что смотрите меня. И пока, всем пока!